Звучит песня Звучит песня В своих проповедях, беседах размышляет на различные темы, в том числе есть у него такая тема, такая глава, скажем так, которая называется «Где твой муж?». Тема, посвященная семье, браку, и она будет интересна людям как и женатым, так и еще неженатым, незамужним. Само название «Где твой муж?», да, если мы вспомним самую Евангелие, кому задавал эти слова Христос? Эти слова прозвучали в его беседе с женщиной-самарянкой у колодца Якова. И вот отец Андрей обращается все-таки сначала к людям женатым, семейным, и говорит о том, что раньше люди, ну, может быть, были более собранные, может быть, более ответственные, потому что если они подходили к алтарю, если они венчались в церкви, то они как бы знали, что это уже все-таки навсегда, что назад уже дороги нет. Конечно, были различные исключения, и опять же, история нам показывает, что некогда и византийские императоры, и наши самодержцы, они себе позволяли и второй, и третий раз жениться, и больше даже. Но все-таки в своем большинстве люди все-таки, они действительно понимали, что брак — это таинство, это то, что осветил сам Господь. И поэтому действительно та моя вторая половина, которая сейчас рядом со мной, да, это действительно вот моя жизнь, и сам Господь вручил мне ее. Но мы с вами видим, что сейчас в наше время ситуация, конечно, изменилась, потому что люди, наверное, чаще все-таки разводятся, чем как-то женятся, да, и статистика нам показывает этот печальный факт. И я как священник могу сказать, что люди, которые сейчас венчаются в наше время, ну, вроде бы так вот легко, да, и вроде действительно добровольно. Но вот получается так, что они потом так же легко и расходятся, как-то не печально. Ну и, конечно же, вот я сразу вспомнил, когда читал эти строки у нашего гениального поэта, писателя Пушкина Александра Сергеевича, и вот о том, как он видел брак, вот вспомним Дубровского, да, и когда Маша Троекурова вышла замуж за князя, Дубровский остановил карету, сказал, вы свободны. Он ответил, нет, вы опоздали, я уже жена князя, и назад уже дороги нет. Вот, казалось бы, в наше время, ну, подумаешь, там, выдали меня насильно замуж, да, как-то, все не по любви, как у нас сейчас любят говорить, ну, значит, все и не считается, как бы, да. А вот для нее это действительно был серьезный ответственный шаг. Да, это было не по любви, да, это было по принуждению отца, но вот то, что случилось, то случилось. То есть вот она ответственность. Вспомнить другую его повесть, «Метель», когда в результате снежной бури обвенчался молодой человек, совершенно незнакомая девушка, да, и потом, после Отечественной войны 1812 года, он прибыл в свое имение, познакомился с чудесной женщиной, они начали разговаривать, познакомились поближе, да, и в итоге, когда он приложил ей руку и сердце, она сказала, вы знаете, а я уже замужем, и вот рассказала этот такой странный факт, когда она должна была выйти за другого, но вот приехал какой-то молодой человек в церковь, начался чин венчания, и потом, когда он увидел, что это не он, она упала в обморок, и больше ничего неизвестно. И вот этот главный герой Владимир, он говорит, так это были вы, то есть вот они нашли друг друга в итоге, оказалось, что это уже муж и жена, потому что они повенчались. Ну, вы это все прекрасно знаете, и я не буду дальше пересказывать. Так вот, отец Андрей говорит, что очень часто к нему приходят люди и начинают жаловаться. Вот, например, приход к нему мужчина, он говорит, и начинает разговор. Вот, батюшка, зачем я женился? Так мне тяжело живется. Вот, иногда я думаю о людях одиноких, о святогорцах, подвижниках, и думаю, как им хорошо живется. Они одни там спасаются как-то. И вот отец Андрей его спрашивает, так, погоди, можно, конечно, радоваться за других, то, что они там спасаются, то, что они святогорцы, то, что они какие-то пустынники, подвижники, но ты говоришь совершенно о разных вещах. То есть ты говоришь о том, что тебе плохо, потому что ты женился, в то же время, что кому-то хорошо, потому что он не женился. Вот Господь, Он вручил тебе жену. И это не просто так, что ты захотел и женился. Нет, над всем этим стоит Господь. И Он посчитал, что для тебя это нужно, что ты из этого брака извлечешь что-то важное, что-то хорошее, что ты получишь какой-то плод такой, подарок. И поэтому Господь посчитал, что для тебя будет брак полезнее, чем жизнь какая-то, может быть, одинокая, да, или жизнь какая-то пустынная. То есть, понимаете, он, отец Андрея размышляет о таких вещах, о которых мы с вами как-то не особо задумываемся, потому что мы считаем, что это я сделал выбор, это я там женился, да, я вышла замуж, и вот всё вертится вокруг моего «я». Ну, конечно, на самом деле так оно и есть, действительно. Мы там выбираем друг друга как-то, да, но вот мы очень часто забываем, что всё это происходит по воле Божьей, что над нами стоит Господь, и где-то Он этот выбор наш одобряет, да, и где-то Он нас поддерживает. Он нас поддерживает, в принципе, всегда, и в семейной жизни тем более. И вот опять же, мне как священнику очень часто приходится слышать, что люди рассуждают подобным образом. Они начинают жаловаться на свою семейную жизнь, неважно, кто это, мужчина или женщина, и представляют себе ситуацию такую, как будто бы они сделали какую-то ошибку. Да никакой ошибки нет. Иногда человеку кажется, что вот если бы я там в это время находился в монастыре, то вот наступил бы момент спасения, потому что когда приезжаешь в монастырь, видишь, как там всё благоустроено, как там всё тихо, спокойно. Вот мы очень с вами часто забываем, что в монастыре находятся точно такие же живые люди, как и у нас в семье. В том, что когда ты сталкиваешься с другим человеком, вот и раскрывается твое собственное «я», и оно начинает конфликтовать с «я» другого человека. Вот этот конфликт, он неизбежен, неважно, где ты находишься, в семье, в монастыре, на работе, ещё где-то. Всё это как бы нужно пережить. И в монастыре, опять же, как показывает наша церковная жизнь, не всегда всё так сладко и гладко. Там свои искушения, которые, на мой взгляд, они, наверное, тяжелее, чем искушения семейной жизни, потому что не каждый человек способен их преодолеть. И очень часто люди, которые там выбрали, может быть, ещё не монашеский путь, но они близки к этому, они пожили какое-то время в монастыре, они, может быть, даже приняли какой-то иночский постриг или послушались долгое время в монастыре. Вот они рассуждают подобным образом, что зря я пошёл по этому пути, вот надо было мне всё-таки там жениться, да, потому что жизнь одинокая, без семьи, без какой-то поддержки, она намного тяжелее. Вот мы должны помнить, что тяжело и там, и там, что жизни, она лёгкой не бывает. Да, мы пытаемся как-то избежать от трудностей, и вот как-то приспособиться к ним, да, где-то там закрывать глаза на что-то, где-то убегать от них. Но мы должны помнить, что так всегда было и будет, что трудности, они неизбежны. Вот одно дело с ними бороться, другое дело, как-то, не знаю, убегать от них, да, и всё свалить на другого человека. Время нашей передачи подходит к концу. Я с вами прощаюсь и надеюсь, что мы с вами продолжим беседу об этой замечательной книге Архимандрита Андреаса Кононса «Когда Христос станет для тебя всем». Храни все Господь. До свидания. Архимандрита Андреас Архимандрита Андреас Архимандрита Андреас Архимандрита Андреас Архимандрита Андреас Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.